Эти саженцы этого года посадки, где существуют капельные брошения, а эти саженцы это весеннего посадка. Секретарю Генсовета партии «Единая Россия» демонстрирует яблоневый сад на 100 гектарах опытно-производственного хозяйства «Анапа». Деревья высадили весной текущего года. Это современная технология. Специалисты называют ее интенсивной. Она предусматривает капельное орошение, когда влага и питательные вещества подаются дозированно в рассчитанных объемах. Первые урожаи ожидают уже в следующем году. Саженцы российские. Специалисты говорят, что их сегодня приобретать выгоднее, чем импортные. Отечественные яблоки также будут существенно дешевле зарубежных. Аграрии уверены, что с введением санкций у отечественного производителя появился шанс нарастить объемы производства. Цифровой маммограф позволяет выполнять геопсию сразу же. Геопсию? Да, да, сразу же. Это денситометр. Позволяет измерять кальций в пяточной кости. Тест на остеопороз. Здесь цифровой риквиденаппарат. Японский риквиден. Рикокольф. Дистанционный литотрит. Это для дробления камней. Основная миссия Анапы, Всероссийская здравница, конечно, связана со здравлением. Это санаторий Софии с собственным медицинским центром. Названия аппаратов звучат непривычно для неоспециалиста. Но даже не всякий доктор готов взяться за работу на такой технике. Это привело к тому, что мы начали набор специалистов по всей стране. У нас началось из Толмска. Отовсюду. Из Москвы. Отовсюду. В центре есть операционная, которая позволяет транслировать процесс в режиме конференции. Таким образом можно организовать консилиумы со специалистами из любой точки мира. Также, наоборот, светило мировой медицины могут проводить показательные операции. Естественно, согласие пациента. В ходе визита законодатели говорили о поддержке города-курорта в целом со стороны федерального центра. У вас есть сегодня представитель высшим федерального собрания нашей страны, Государственной Думы Иван Иванович Демченко. Это большая помощь для города Анапы. Это большая помощь для Парту и России, города Анапы. Иван Демченко отметил, что в городе-курорте его результат на выборах оказался самым высоким в округе. По словам парламентария, совместно с городской администрацией предстоит решить вопросы с передачей пляжей в ведение муниципалитета, а также задачи, связанные с развитием инфраструктуры.